Авиалайнер МС-21 «Сюрдюков» опять пускает пыль в глаза. Экономика, импортозамещение 29 декабря 10.36 Авиалайнер МС-21 «Сюрдюков» опять пускает пыль в глаза. Черное крыло и двигатель остаются главными проблемами нового пассажирского самолета. Владимир Тучков. Комментарии в просмотров 18943. На фото, четвертый опытный пассажирский самолет МС-21 «Сюрдюков» во время первого испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода филиала ПАА «Корпорация Иркут» в составе ОАГ, фото, пресс-служба «Корпорация Иркут» слеш ТАС. На аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет четвертого опытного образца пассажирского авиалайнера МС-21 «Сюрдюков». Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте 3000 метров на скорости 500 километров в час. Полет прошел в штатном режиме, полетное задание было полностью выполнено. Это важное для отечественной гражданской самолетностроительной отрасли событие прокомментировали сразу два чиновника высокого ранга. Пресс-служба авиакомпании Иркут приводит высказывания министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. 2019 год был продуктивным для всех участников программы МС-21. Три самолета успешно проходят летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Изготовлены крупногабаритные панели из российских композитов. Самолет МС-21 «Вопросительный знак 300» с комфортабельным пассажирским салоном впервые был представлен на МАКС-2019. Лайнер получил позитивные отзывы специалистов и тепло встречен широкой общественностью. Председатель Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации ОСК Анатолий Сердюков предначертал самолету прекрасное будущее за счет того, что он по своим летно-техническим характеристикам и экономичности превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Нефть и ГАЗ-2019, Северный поток-2 остановлен, транзитная война с Украиной проиграна несмотря на очевидные провалы, правительство и Газпром не унывают. И вот тут прозвучал очень важный момент не только применительно к МС-21, но и ко всей нашей авиастроительной отрасли, раз тех обеспечивает поставки композитных изделий. Еще совсем недавно главная проблема МС-21 заключалась именно в отсутствии композитных материалов необходимого качества. Самолет был спроектирован в благостные, досанкционные, времена. В нем было запланировано использование только 38% отечественных комплектующих. Впоследствии это сильно осложнило жизнь неконструкторам и производителям как самого самолета, так и его комплектующих. В самолете используется черное крыло, то есть в нем применены углеродные композитные материалы. Лишь при помощи такой технологии удается построить крыло необходимого удлинения и формы. Именно оно способно одновременно и повысить комфорт для пассажиров за счет расширения фюзеляжа по отношению к общепринятому стандарту, и максимально снизить расход топлива, благодаря достижению прекрасной аэродинамики самолета. То, что МС-21 по экономичности превосходит известные аналоги, это не пустой звук, а вполне конкретная реальность. Однако если черного крыла не будет, то большая часть достоинств самолета отпадает. Из-за чего он проиграет в чистую российский рынок двум гигантам Боингу и Аирбасу. На трех самолетах, которые произвела авиакомпания Аиркут, с крылом проблем не было. Его разработала компания Аирокомпозит, входящая в УАГ, и произвела на своем заводе в Казани. В качестве одного из исходных материалов использовалась углеродная лента, которая закупилась в США и в Японии. Когда началась гонка санкций, американцы внесли Аирокомпозит в черные списки. Поставка ленты на этом завершилась. Более того, США настояли на том, чтобы и Япония в конце прошлого года отказалась от поставок продукции в Россию, хоть ни под какими санкциями в Токио не подписывались. В России не было компонентов крыла необходимого качества, в связи с чем над судьбой самолета повезет большой вопрос. Правда, накопились запасы некогда приобретенной в Японии углеродной ленты. Их должно было бы хватить еще на шесть самолетов. То есть с уже построенными тремя должно получиться девять. Поэтому нельзя с точностью утверждать, что крыло четвертого МС-21 вопросительный знак 300 именно чисто российское. Крупные чиновники в заявлениях для прессы часто путают желаемое и действительное, дабы показать, что возглавляемый ими департамент демонстрирует прекрасную работу. Дело в том, что еще в конце минувшего лета никаких отечественных компонентов для производства черного крыла не было. Были лишь хорошие перспективы его получить. Но Сюрдюков как-то уж слишком стремительно трансформировал перспективы в реальность. Логично было бы предположить, что подарок самолетностроителям должен был бы сделать глава Роснына Анатолий Чубайс. Именно в этой корпорации, как яствует из ее триумфальных релизов, творят чудеса с углеродосодержащими материалами, а конкретно с графитом. За русский Крым ответили казахи. Украина начинает потрошить иностранные авиакомпании, летающие над полуостровом. Но была еще одна проблема двигатель. На трех первых машинах установлены моторы компании. Pratt Ampersand Whitney. На этом поставки были прекращены. К счастью, параллельно с созданием самолетов Перми Вау от Кавиа двигатель разрабатывался турбовентиляторный двигатель ПД-14 с тягой в 14 тонн. В этом году Иркуту были переданы два готовых двигателя. Еще два должны передать в следующем году. То есть пермики подошли вплотную к началу серийного производства. Но тут есть один тонкий момент. На своих двигателях самолеты пару лет смогут летать только на внутренних российских трассах. Соответственно, их пока не будут брать иностранные заказчики. Именно поэтому твердый контракт с Иркутом заключили лишь российские авиакомпании на 80 самолетов. Зарубежные компании, подписав соглашение о намерениях на четыре десятка самолетов, решили выждать. И это абсолютно правильно, поскольку самолет должен показать, насколько он хорош в эксплуатации. Дело в том, что пермский авиадвигатель некоторое время назад предпринял попытку получить на ПД-14 европейский сертификат. Однако Европейское агентство безопасности гражданской авиации предоставило перечень необходимых доработок двигателя. Они могут быть учтены не раньше середины 2021 года. Вот тогда для авиалайнера и распахнется окно в Европу. А пока репортовать об успехах рано. Импортозамещение. Государство потратит более 15 миллиардов на импортозамещенный Сакхой Суперджет. Новости экономики. Путин рассказал о последствиях санкций для российской экономики.